спасибо дорогие гости приветствовать вас на сегодняшнем нашем сошел нашей сессии посвященной как инновациям сельского хозяйства я хочу сегодня рассказать о биологических препаратов предыдущие коллега по цеху коллега по рынку довольно полно раскрыл тему применения биологических препаратов и честно говоря он закан он заложил довольно интересную мысль на которую на самом деле мало кто обращает внимание мысль заключается в том что большинство людей считают что применение биологических препаратов сельском хозяйстве влагает полный переход на биологизацию корресного производства на самом деле не так биологические препараты в определенных условиях совместимы с химическими средствами защита растений и на это действительно стоит делать упор потому что понятно что есть проблемы которые может решить только химические средства защиты химической технологии есть проблемы которые может решить только биология самом деле конечно нас вопрос очень долго можно раскрывать и потому что сегодня к сожалению мы его не коснем сама позитиве тацию сегодня мы поговорим только об одном агроприеме будем стоять только один агроприем потому что понятно что применение биологических средств защиты и в принципе самоаградином они между собой связаны и каждый конкретный прием каждое конкретное применение препаратов или отработку культуры нужно рассматривать в отдельном аспекте я уже говорил о возобновлении весенней геетации ну и тема сегодня затрагивается как предугадать сезон и повысить прибыль но понятно что предугадать сезон и конечно не можем но повысить прибыль несмотря на то что мы не можем контролировать погоду условия мы можем как повысить прибыль это создать соответственно условия для роста культуры оптимальный часто опять предыдущая полицию на 1 довольно много рассказал о правильной агротехники возделала культура и хочется поговорить еще отдельно о вас как которые не упомянули это стрессовые условия все мы прекрасно понимаем что растение как любой живой организм подвержен воздействию внешних условий основной лимитирующий фактор данном случае у нас будет климатические условия с осеннего периода кто помнит о например по лужью по мальскому краю засухи прошлого года за 20-го года там азин ушли вообще без осадков зимний период и собственно чему это все привело все тоже прекрасно понимаем соответственно что мы получаем в итоге если у нас растение неправильно там поговорить и потом соответственно растение у нас получаются ослабленными то есть растение по сути неполноценные слабо сформированная корневая система из-за того что растение ослаблены они сильно поддерживают развитию заболеваний и соответственно химические препараты которые были так или иначе которыми были обработаны например семена перед посевом понятно что за зимний период они уже эффективно свои действия поменяли здесь как раз очень хорошо работают биологические препараты два основных классных препаратов стоит на которые стоят здесь обращать внимание первый класс препаратов это азот фиксатор и фосфат мобилизаторы ниже еще и калий мобилизаторы в линейке компании бион это препарат нет разлом и вторая группа препаратов это непосредственно биологические потравители семян почему трогические платите сильно потравить для семян будут работать немножко лучше потому что как и все жировые организмы они развиваются в атмосфере корня помимо того что основное действующее вещество проникает внутрь корневой системы непосредственно воздействует на проводящую систему горня кроме того бактерии которые развиваются в атмосфере корня не в том числе и предотвращают распространение возбудения заболеваний посредством проникновение изменим накормить 6 растения по весне соответственно одна из частых обработок которые правда собственно и одна част attiana которые кипит этой обработке цветная про полка здесь опять таки если у нас растение или плохо сформировано растений период соответственно получаем осладное растение которое дополнительно еще испытываю спресс от применения которых эксперт ну и таки нужно применять определённые препараты антистрасанты те кто занимается садоводством это сам до применяют в большом количестве микроэлементы какие-то специфические органические соединения и сюда же можно относить те же самые биопрепараты почему биопрепараты лучше мы рассмотрим с вами на примере как интегрированное решение которое предлагает наша компания интегрированное решение вас стоит из нескольких элементов помимо главного химического гербицид мы предлагаем также и совместить соответственно фунгицидную обработку биологическим препаратом в нашем случае это белый препарат на столе все дома надо все дома массового пацанс микроэлементов нашу пусть это сани микс и один антопролимателя 10 главный центральный препарат на который здесь стоит обратить внимание это препарат респекта 25 как я уже говорил респекта 25 это белый препарат на основе все дома надо вся кому нас о роваться соответственно чем препарат интересно вообще как и химическом препарате есть еще и что и биопрепаратов есть еще и что является бактерии особенность бактерий включается в том что она продуцирует помимо непосредственной конкуренции с метаптогеном с целевым организмом она также выделяет ряд метаболитов и соответственно эти метаболиты влияют в том числе как на возбудитель заболевания так непосредственно на саму растение и данном случае я думаю нас аурухация синтезирует большой спектр метаболитов это органические кислоты и самых известных это гетароксин известный как стимулятор роста и корня образователь и соответственно чем эта бактерия примечательность первую очередь она снимает стресс от применения геррицида то есть снимается геррицидной ямы что особенно актуально на земной группе что особенно актуально будет на кукурузе на классике подсолнечника то есть на таких культурах применение данного препарата совместно с геррицидной обработкой пусть снимать геррицидный стресс растение быстрее будут выходить обратно рост и лучше соответственно накапливать элементы питания кроме того как я уже говорил идет более полное формирование корневой системы что позволяет соответственно растениям лучше прощать влагу с более глубоких горизонтов почвы когда особенно первый период после возобновления вегетации у нас не наблюдается наличие осадка то есть понятно что определенная часть влаги у нас формировалась как не стоит больше но постепенно если свистовесенний период осадков дождей не наблюдается полага будет уходить глубже и соответственно чем глубже у нас закроется корневая система чем сильнее на разобьется тем лучше будет питание лучше будет вращение посредственно воды распаленный ней макроэлементов кроме того препарат на основе эффективно защищает растению широкого стоят возбудителя заболеваний первую очередь это пузырёзы первую очередь это в отличие от химических препаратов на сущие лучше справляются данные задачи здесь стоит что понимать что принципиально есть принципиальная разница между химическими средствами защиты биологическими биологическими теста защиты в первую очередь это средства защиты профилактические поскольку механизм как действия биопрепаратов первую очередь конкуренция в деревне метаболита химические же препарат это больше такая уже лечебная можно сказать мера индустраняющая здесь просто нужно понимать четко разницу поэтому опять в ранней обработке применения физично прохождение биологически защита растений является в принципе более эффективным более рационально кроме того и рационально точнее экономической ну соответственно почему мы приняли такое решение как интегрированные системно а это что не на днем минимуме на 1 придумали такое решение как применение интегрированным с тем защиты с использование химических биологических препаратов 1 87 тем не менее у нас на мысль то что можно снять именно тут самый гербицидный стресс поскольку на самом деле наличие гербицидного стресса на культуре так или иначе наносит довольно большой большой урон растению как все прекрасно знаете для облучения потенциала но большой урожайся нам не нужно как бы добавлять в району с хренью потенциал сочи душево культуру чем а стресса тем больше потенциал последствия будет достигнуть опыта здесь мы поставим небольшое количество опыта в качестве примера 2 наверно самых у нас показательных это опыта на сибирской области и ростовского область соответственно мы получали максимальные приводки урожая вот именно применение интегрированной схемы действует тоже понимать что здесь использовалась не одна единственная обработка например совместно с химпрополок и здесь он использовал комплексное решение то есть конечно были была совместная химпрополка интегрированная плодина пшеницу также применялся экологический подтравитель и плюс еще дополнительная обработка в пазу флаг листа тоже любил препаратами с целью роста стимуляции и защиты от возбудителей на управление с на заболеваний получались на хорошее урожай первую очередь получали их именно как раз за счет того что применяли ту же самую респекту 25 совместно с геприцидная обработка естественно закладывали лучшее продуктивное кушение на культуре ну плюс опять таки предотвращение геприцидная если брать вопрос экономической выгоды то можете видеть что применение биологических схем защиты растения дают довольно хорошую экономическую прибавку и принципе получается у нас экономически целесообразно что еще я уже говорил задача принципе фермера любого это не просто добиться прибавку и урожая за счет нанесения довольно-то любые не просто первая задача доминизируем минимизировать на самом деле риски минимизировать стрессовые факторы оптимизировать питание сбалансировать опять таки питание то есть сделать так чтобы все знакомы с бочкой рыбах но он сила спадает с точки зрения элементов питания макроэлементов сам девят бочка ребят это один из основных элементов на котором призывали микроудобрений проводит по сути маркетинг но скажем так данная бочка имеет более широкое широкое применение поскольку здесь нужно учитывать вообще все факты понятно что есть факторы которые мы не контролируем но чем больше факторов мы учтем сможем соответственно снизить их воздействие непосредственно культуры тем больше потенциал урожайности будет реализован спасибо александр